Вот такие сети закупаем метражами, потому что метражами дешевле. И потом вот вручную вот так оплетаем, чтобы они вот здесь уже в великой лечёвке привязаны. Лоскут за лоскутком полоски плотной ткани аккуратно вплетают в огромную рыболовную сеть. Важно, чтобы материал для маскировки был лёгкий, износостойкий и быстро высыхал. Сейчас используют ткань коричневого окраса, которая имитирует цвет земли. Ранней зимой был белый, весной и летом сделают зелёный, а осенью – бежевый. Самые большие маскировочные сети используют для танков. Также ими укрывают камазы, пушки, блиндажи, полевые кухни и многое другое. У нас вот такая большая схема – это сеть, которая вот эта вот сплошная. И в этих сетях надо вот разные фигуры вот таким лабиринтом делать. И у нас получится как бы общее видение. Вот если квадокоптер сверху смотрит, то как бы незаметно. Для того, чтобы сплести одну маскировочную сеть, волонтёрам требуется два дня. 25 человек от школьников до пенсионеров трудятся посменно с утра и до позднего вечера. Одни выходят на час-два, другие посвящают этому трудоёмкому процессу всё свободное время. Я все с дела бросила и прихожу сюда. Я бы могла бы тут сутками находиться, потому что я это делаю от всей души. Я каждую вот эту ленточку я с молитвой делаю. Плетут маскировочные сети раменские мастерицы с сентября прошлого года. За это время они изготовили около сотни экземпляров. Волонтёрской работой занимаются и родственники мобилизованных. Уже выполнено несколько материнских заказов, которые передали солдатам на фронт. У Валентины Марченковой тоже близкий родственник участвует в специальной военной операции. У меня племянник находится в зоне боевых действий. Ну, конечно, я не только из-за него, но и за всех наших русских мужчин, которые нас оберегают, защищают. Хочу внести свою лепту, хотя бы маленькую, помочь стране. С Раменского городского округа помощь пусть ручейками, маленькими, но все-таки эти ручейки стекаются в реку, которая называется река Победы. Я уверен, что все мы, переживая за то, что там происходит, посильную помощь оказываем. Помещение для этого благого дела предоставили руководители рынка на Фабричной. Примечательно, что по соседству находится еще пункт сбора гуманитарной помощи. Он работает ежедневно с 9 до 18 вечера. Здесь принимают любую помощь – от постельного белья для госпиталей до еды и одежды для мирного населения. Все собранное волонтеры сами отвозят в зону СВО. Организатор пункта сбора гумпомощи Нина Тюрина начала волонтерскую деятельность еще 9 лет назад. Тогда она приютила у себя беженцев. С Красного Креста позвонили, попросили, вы можете взять женщины, детей маленьких к себе. Мы с мамой согласились. Нам привезли на газели 11 человек, перепуганных детишек, вот таких всяких разных. Три мамы, мужья у них были в ополчении. Они там считались как враги народа, их там преследовали. Одна девочка совсем грудная была. Вот они у меня жили долгое время. Вот такая комната свеча такая. То есть вот эта банка, да? Да, залит парафинку. А, здесь вот так уложена вот эта вот бумага, перфорированная бумага, и залита свеча этим воском. Нина рассказывает, что желающих помочь немало. Правда, как правило, это одни и те же посетители рынка. Возможно, остальные просто не знают о существовании этого пункта сбора гумпомощи. Женщина надеется, что после выхода репортажа неравнодушных людей станет больше. Виктория Самойлова, Андрей Пластунов и Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».